Другие вот эти товарищи тоже против нас обернулись. А как твои вернутся? Вы куда? Вы не сможете. Муж, до свидания. Они сбили наш самолет. Просто взяли паспорт и сказали, подождите. В паспортном контроле их держали полтора часа. Турция нас предала. В субботу прилетел, в воскресенье без работы сразу. Путин такой сильный человек, наш президент. Россия дружилась с Турцией. Оттрулся. Дружилась с Россией. Тебе откуда? Тебе откуда? Из России. Из России. Покупают люди? Покупают. Из турецкой ткани мы читали, да? Нет, это уже российская ткань. А как же турецкая? Ну, это уже российская должна быть. Всего доброго, спасибо, до свидания. Можно у вас на секунду одно? У нас тут опрос. Вот смотрите, вот в этом магазине продаются вот такие майки. Видите, это вот турецкий президент, а вот Путин в военной форме, а тот с автоматом. Вот вы как относитесь к тому, что существует вот такая сувенирка? Ну, я нормально. Нормально? Конечно. Да, почему? Ну, то есть, можете объяснить вот свою позицию? Ну, я думаю, скоро вся Россия будет. Зря за граники делать. Ну, смотря, что весь мир будет Россией? Поэтому, как бы, Турция нас предала, так нечестно поступила, но все правильно. Мне вообще нравится. Мне вообще-то симпатично тоже нравится. Спасибо. Да, очень красиво. А вот, по идее, вы поддерживаете? Только вот единственное, вот еще вот эти двое туда же, и все вообще симпатично будет. Вообще-то я приехал работать. У меня профессия у меня вентиляция, сантехника, пожарная система. Из какого города? Из Истанбула. У меня второй ЗАГС и у Оли тоже второй ЗАГС. У нас общий сын три. У Оли один, у меня один и у нас один. Боимся потерять друг друга. Очень, вот это наш страх, тоже самое одинаково. И, конечно, счастливы мы очень. И тем более, наша продукция ребенок. А кто Илюшу кормит? Когда садик, конечно, не успею я. Каждый недель я. Патриотично выглядит то, что вот они сбили наш самолет, в принципе. А вот Путин, такой сильный человек, наш президент. И вы то, что остальные вот эти товарищи тоже против нас обернулись. Да. Не, ну как бы вот, его можно понять, он еще как бы там, что-то чуть левее поставить. Это же Олан, да, получается? Да. Мы поддерживаем, в принципе, нам нравится такая. Ну, единственное, только мы бы не купили такую. Ну, несимпатично она смотрится. Да, так, в принципе, мы поддерживаем, да. В военной форме, на самолете, там, на чем угодно. А, типа, то, что вот он так всех это, ну, всем показывает. С большим удовольствием, а что мне до этих людей, как бы, я их знаю. У меня есть никак не связан. Пусть местные из-за них болеют, переживают. А вы мне не подарите эту фиболку тогда? Ну, чересчур, ну, а так правильно. Правильно считаете? Здравствуйте, вы уже здесь, заходите. Мы вас ждем уже. Хасан, тебе хватит? Так. Что, у нас котлетки готовы? Котлет, вручная работа. Котлет турецкий, я бы сделал сам. Турецкий котлет, я сам и сделал. Давай я расскажу лучше. Само сначала, ты не знаешь, что я чувствовал. Мы познакомились через интернет. Меня брат женился старше, 26 он был. Ему говорили, ты очень поздно женился. А я 31, меня уже забыли, он не будет жениться, все. Первый раз интернет, что такое интернет? Это все такое непонятное, что-то надо куда-то щелкать. И у меня зарегистрировалась Москва. Я хотела пензу, но у меня какой-то вирус, и не могу я пензу поставить. Москва выходит, и все тут. Вот это какой-то знак свыше. Ладно, бог с ним, думаю, пусть будет пока Москва, потом поставим пензу. В это время в Турции, в Анталии. Или у родителей дома в это время? Родители дома. Халель заходил на сайт Москва. Я видел Олю. У меня рот открылся двух метров уже. Месяц у него была лиза, значит, мы были в Пензе три недели. Потом, говорю, поедешь к родителям знакомиться к моим? К Кострому. Поеду. Все, что делал, что русский может делать зимой. Я разгрызал, что дрова кололи? Да. Дрова, он не колол. Не умеешь, что ли? А чего? Не умеешь, что ли? Посмотри. Какая-то Хасан в Турции? Чок. Чок мы в Турции? Угу. Какая-то? Какая-то чок? 14 ноября они у меня улетели в Турцию, Хасан и Халиль. Вот, на две недели визу менять. И вот случилась эта проблема с самолетом, что турки сбили российский самолет. Три дня. Только все новости было против Турции. На следующий день мне повалили просто шквал звонков. От друзей, от знакомых, от клиентов моих. А как твои вернутся? А ведь теперь проблема. Я уже слышал, например, в аэропорте, собирался с семьей поехать в Турцию. К сожалению, сказали, вы куда? Вы не сможете. Муж? До свидания. Не пустили, специально доезжали. И самолет уже временно пришел. К сожалению, муж уехал. И дети, жена остались здесь. На паспортном контроле их держали полтора часа. Просто взяли паспорт и сказали, подождите. Посмотрю, другие турки тоже самое. Вот сейчас моя компания из Турции собирается отправлять фура. Они меня спрашивают, как. Я говорю, я сам не знаю, как. А если они не смогут отправлять, пока у меня есть склад, а есть товар. Заканчивается. Потом фирма скажет, товар закончился, до свидания. Потому что я работаю турецким компанией. Я не знаю, да, сейчас что будет. В субботу прилетел, в воскресенье без работы сразу. В субботу прилетел, а в воскресенье уже ему позвонил. Он сказал, ты без работы, Михаил, такой приятный новость. Говорит, я без работы остался. Буквально на моих глазах закрылся этот русско-турецкий культурный центр. Культурно-научно-исследовательский, по-моему, он назывался. Вы знаете или нет? Да, да, я знаю. Это было единственное место, где были бесплатные курсы османского языка. Да, даже не турецкого. Я давно сотрудничаю с различными издательствами и занимаюсь визитами зарубежных писателей в Россию. Вообще, такие культурные центры необходимы для всех сотрудников издательств, например, когда они работают с турецким писателем, с турецкой литературой. По любому вопросу, который нужно найти, можно обратиться сюда. Культурные центры помогают, например, с визитом писателей. Культурные центры помогают какими-то консультациями. Культурные центры помогают иностранцам, которые живут в России и хотят изучать Россию, туркам, например. Да, и русским, которые интересуются турцами. То есть это такой двусторонний культурный обмен, очень важный, очень нужный. И очень жаль, что из-за какой-то военной лихорадки, такой милитаристского угара мы теряем эти культурные связи. Все препятствия появились, когда здесь появился новый директор Дуда, который не имеет никакого отношения к книгам. Поэтому, в общем, если посмотреть его биографию, будет понятно, что человек, поставленный на это место с таким бэкграундом, явно поставленный сюда, чтобы закрыть, развалить и, в общем-то, свести на нет все те культурные связи, очень богатые культурные связи с зарубежными странами, которые здесь были наработаны. Это безумие в библиотеке иностранной литературы закрывать зарубежные культурные центры. А что касается директора турецкого центра, я думаю, что, ну, человека либо припугнули, либо пообещали. Скорее всего, припугнули, как у нас это сегодня умеют делать. Очень жаль. Хасан, встречай скорее, кто пришел к тебе? Хасан! Софийка! Внимай, снимай скорее Софийку свою. Ты наша соседка, ты наша соседка, самая лучшая, как говорится, подруга. Да. Спасибо. Я зарегистрировала Халиля по его приезду. Ну, я так и планировала, потому что мы живем недалеко, соседи и друзья. Вот, и была неприятно удивлена, когда звонок поступил, совершенно неожиданный за ФМС, да, потому что, ну, какие проблемы, я имею право зарегистрировать любого гражданина в своей квартире. И меня начинают спрашивать, а кто такой Халиль, мой сосед? А он там, он у вас живет? Я говорю, ну, живет. Классно, как это дело. Да, 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 да. А он сейчас где? Я говорю, ну, с женой, наверное, где-то. Я говорю, вы поймите, что он физически у меня не живет, но я его знаю, это мой друг, мой сосед, очень хороший человек. Я говорю, а что случилось-то, да, вот, почему? Ну, мы интересуемся, как бы, этот гражданин действительно ли проживает, да, вот, у вас. Ну, вот, после того, как я объяснила, что и как, они сказали, что, да, это в связи с ситуацией с Турцией. Если будет такие же ситуации дальше, уезжаем в Турцию. Нападай. Налево, направо? Налево. Почти все овощи в литуреатке. Да. Прочти все, да. Почти все овощи в литуреатке, да. Да, вот оно все, да, смотри, вот. Вот что делать с этим помидором? Вообще, вы, у вас есть какой-нибудь связь? Что делать? Я не знаю, это, наверное, только выкинуть можно такое. Только выкинуть, да. Внутри Москвы продают вот такие вещи. Не надо агитировать, я считаю, это очень плохо. Это плохо. Да, мне кажется, не стоит так выжигать конфликты. Да, как я туру? А, да? Серьезно? Да. Не, ну честно. Да. Правда? Да ладно. Да. И как вам сейчас? Это очень некрасиво, неуважительно со стороны России. И я не считаю, что это правильно. А вы студент, да? Я доваряю Российскому государству. Почему? Я не знаю, но я доваряю. Я Эрдуана сам не люблю. Что делать? Мы очень доваряем Российскому, все вот это, которые руководители. Мы очень доваряем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...